Ребята, сегодня до Фастера, Харбера. Скутер. Вместе со звездами и Диэм Харрисом и Фордом у вас есть новая сила. Даже спустя более 30 лет, скутер сегодня пользуется огромным успехом. Почему это так, и как H.P. Бэкстер сделал себя идеальным немецким мемом, теперь ты видишь это. Сколько стоит рыба? Как всегда. Идеальный. Ребята, за 200 тысяч. Я подписываюсь на платиновую блондинку как там. Вэбокстер, так что оставь там подписку и включи звонок. Эй, очень-очень важно. Мы в отделе анализа импульсной музыки ищем новых людей. Так что если ты готов сотрудничать со мной, то обязательно посмотри вот это. Мне было бы неприятно, если бы та или иная заявка попала в поле зрения. Значит, сделай это. И сейчас. Получай удовольствие. Скутер. Карьера в цифрах. Это совершенно безумие. На вид ему больше 30 лет. Более 20 альбомов, более 30 миллионов проданных альбомов, более чем 50 странах и хитов, которые, по-видимому, могут посмотреть около 80 миллионов немцев. Скутер это легенды. Конечно. Для меня сейчас это не музыкальное откровение, но все же легенды. И честно говоря, это тоже часть немецкой истории. А теперь в 2023-м твой новый символ Техно возвращается снова на вершине хип-парадов. Уже сумасшедший, все и каждый знает песню из них. Почти каждый ребенок. Вопрос в том, как, черт возьми, им это удалось. Я имею в виду, конечно, чтобы добиться успеха в немецком мейнстриме, теперь не нужно писать тексты, как Герберт Брюфлэн. Но это, это уже много. Сказал он. Я имею в виду, конечно, для того, чтобы добиться успеха в немецком мейнстриме, вам не нужно писать тексты, как Герберт Брюфлэн, но это, это уже много. И, честно говоря, это была даже не самая крутая линия в творчестве скутера. Это всегда было особенностью скутера. Крепкий, как доска, ударный плюс на обыщенный вокал, а также громкие лозунги и чпи. Броски, конечно, но... И все такое прочее, он присутствует почти в каждом треке. Шкипер, Шкипер Денджер, я перестановщик. Хорошо. Какой твой любимый чудо в скутерле? Пиши мне в комментариях. Скутеры за эти годы уже изобрели свой собственный язык скутеров. Собственные шубки изнутри, со своими модными словечками, такими как хардкор. И, конечно... Этот кривой, бело-английский, рифмы, абсурдистские картинки, вы просто не можете этого забыть. Что-то вроде того. Понятия не имею, что к чему. Понятия не имею, почему имеет значение, сколько стоит рыба. Факт-лозунг, который каким-то образом остается в голове, и именно поэтому он идеально подходит для рекламы. 1,99 евро. Немецкие рекламные агентства. Ха. Пэбокстер. Сети супермаркетов и горные компании интернет-провайдеры. H.P. Бэкста за эти годы сам стал чем-то вроде живого мема. Не говоря уже о том, что он сегодня абсолютно крутой. И что я нахожу совершенно впечатляющим. Парень просто выглядит почти так же, как и 40 лет назад. Кстати, в свои 80 лет, Фэбокстер исполнил прекрасную новую волну поп-музыки в качестве вокалиста группы Celebrate The Ramp. Честно говоря, мне уже немного нравится. Платиновые светлые волосы, наряды. Сегодня Ха. Пэбокстер – это его собственная живая фигура из музея Мадам Тюсо. Несомненно, один из самых узнаваемых немцев. И поскольку он знает, что все знают его как этого деятеля искусства, он разыгрывает эту карту по полной. Несмотря на это, HP также удается добиться того, что вы никогда не узнаете наверняка. Действительно ли эти лозунги Гаги, которые он так писал на протяжении многих лет, на самом деле всего лишь Гага? Это строчка «Уважай человека в фургоне с мороженым». Сначала звучит довольно хорошо, в меру, рифмуется хорошо, совершенно глупо. Но должен быть довольно хорошо скрытой ссылкой на акцию лондонского художественного коллектива. Мы продавали пиво бездонным в Лондоне перед Рождеством в фургоне с мороженым, раздавали его в качестве акции. И даже «Гипер-Гипер» — это не просто фантазия Трюфи, это дань уважения их великим образцам для подражания, британским хардкорным легендам о красане. Была группа, можно сказать, ультразвуковая, и это было больше похоже на андеграунд. И в какой-то момент ведущий сказал «Гипер-Гипер», и это больше никогда не выходило у меня из головы. И тогда я подумал, что это на самом деле так лаконично, что из этого нужно написать песню. Сейф «Вдохновение» для спутера. Все дело в том, что спутеры знают, как сделать из себя бренд. И это просто очень хитрая тактика в эпоху социальных сетей. «Гипер-Гипер» — прекрасный тому пример. Короткий броский слоган, который становится торговой маркой. И это то, что сразу ассоциируется с HBuckstar, который полностью изучил, как сделать из себя ян. Интересно также то, что именно HBuckstar сегодня по-прежнему так хорошо известен среди более молодой целевой аудитории. Или что Джимми Феллон немного рассказывает о нем немецком музыканте. Я думаю, что спутеры часто менее воспринимаются в мейнстриме за их музыку. Конечно, есть ультра-скутеры, но для такой большой публики спутеры это просто больше, чем грубо. Немного длинной, но, к сожалению, возбужденный и в итоге просто кусок немецкого культурного достояния. Даже новый сингл ТЭК на избэк теперь снова делает все эти скутерные штучки. Замечательно, что это видео немного смахивает на рэвотах. Люди в странных нарядах, баскет и кефали, атмосфера бункера. Вообще, что скутеры так уверенно говорят в стиле техно. Скутер, как посол техно, который теперь заявляет, что после короны все снова будет по-настоящему. Готовься, атакуй. Техно возвращается. Может быть, и правда из лирического генератора скутера. Но мне кажется, что песня, как и любая песня о скутере, должна иметь такой момент, как много рыбы. Получается так. Но половину, конечно, тоже супер-супер-супер-тяжелый. Если честно, сколько стоит рыба? И гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер-гипер. Феномен скутера сегодня уже живет в основном благодаря хитам прошлых лет, не так ли? Но что ты думаешь? С какого момента вечеринки у тебя начинается скутер? Сколько на самом деле сейчас стоит рыба? А ты бы тоже приготовил что-нибудь новенькое для HP Вейбер Новой Волны? Я уже. Пиши мне в комментариях. У нас только что была большая тема ревоталки. Мое видео об этом вы можете найти здесь. В противном случае спасибо, что посмотрели. Чао. Увидимся на следующей неделе.